МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Эфир канала ОТС продолжает информационные итоги дня в студии. Екатерина Тихомирова, здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. И тогда действительно количество квартир, которые можно предоставить в первую очередь начинающим ученым, получается достаточно приличное. В Совете Федерации обсуждают проблемы российской науки, кто поможет молодым ученым нашего региона. Это генофонд, сохраненный в реке Офи, который потом воспроизводится и пополняет наши водоемы. Миллионы мальков готовят к новой среде обитания в речной воде. Для чего нужно строить по берегам оби домики из еловых веток. Лет и пламень девушки и юноши. В Новосибирске прошел чемпионат России по керлингу среди смешанных команд. Кто поставил решающий камень в финале. Начнем с новостей из столицы. Сегодня губернатор нашего региона Андрей Травников работает в Москве. Принимает участие в заседании Совета Федерации, где обсуждают программу развития научных институтов. Губернатор Новосибирской области уверен, ВУЗы могут участвовать в разных проектах, только необходимо учитывать детали процедуры госзакупок. В частности, когда речь идет о реагентах для опытов. Поднимали и вопросы жилья для молодых ученых. Важно поддержать жилищные программы научных учреждений с участием властей субъекта Федерации. Когда научные организации за счет своих средств, чаще всего, к сожалению, в небюджетные источники, строят общежития, дома, арендное жилье, а регионы со своей стороны вкладываются в подведение сетей, удешевление стоимости строительства, предоставление на бесплатной основе земельных участков. И тогда действительно количество квартир, которые можно предоставить в первую очередь начинающим ученым, получается достаточно приличное. Другим темам. Когда откроют новый детский сад в поселке Марусины, почему объект оказался проблемным? Здание возвели еще в прошлом году. Однако на воротах до сих пор висит замок. Подрядчик уверяет, помещение полностью готово к приему детей. Но экспертиза, проведенная областным управлением капитального строительства, показала серьезные нарушения в конструкции, при которых безопасная эксплуатация строения невозможна. Станислав Блинов продолжит тему. Здесь мы видим, что подрядчик достаточно смело подходил к устройству этих отверстий. Когда здесь половина плиты перерублены, межпустотные ребра фактически на половине ширины плиты перерезана рабочая арматура. В материалах обследования, проведенного еще на стадии строительства, несколько десятков недочетов и отклонений от проекта. Но теперь они скрыты под штукатуркой и чистовой отделкой помещений. Такие дефекты, как опирание плит перекрытий на ребро, на ложковые ряды, возможно при действии слабых динамических нагрузок, возможно обрушение. Если мы говорим про ту же закладку, это возможно падение на воспитателей, на детей, кирпича, и это фактически может убить человека. Ход работ на всех этапах контролировали представители регионального управления капитального строительства и государственного строительного надзора. Выписывали предписания, выносили претензии и даже отказали в дальнейшем финансировании строительства. Игнорируя все замечания, подрядчик спешил закончить работу. Штукатурка это снизу, а вот здесь это кирпичная окладка. По факту просто висит. Пока стоит, а потом это все может и очень успешно упасть. Сменить исполнителя во время выполнения госконтракта запрещает федеральный закон. С мнением экспертов подрядчик не согласился и, не получив бюджетных денег за работу, отказался передавать здание заказчику. Стороны отправились в арбитражный суд. Теперь, даже при оптимистичном раскладе, садик сможет принять детей не раньше 2022 года. После того, как произойдет судебное разбирательство, будут проведены проектно-изыскательские работы, возможно, какие-то бюджетные потребуются, деньги выделять на этот объект по достройке. После ввода в эксплуатацию, еще потребуется лицензирование данного объекта, то есть это Министерство образования уже будет комплектация еще проводиться, с этого объекта будет, опять же, необходимым оборудованием, тоже Министерство образования занимается. Ну и только после этого сюда пойдут дети. Садик возводили в рамках национального проекта, поэтому в скором разрешении ситуации заинтересованы все стороны. Наша позиция, нам нужен садик. Я понимаю. Вам нужен качественный садик? Как ни странно, мне тоже нужен садик, но соответствующий всем нормам безопасности. Мнение экспертов, все проблемы устранимы, строить новое здание необходимости нет, но предстоит выполнить детальное обследование, анализ всех спорных мест и на основании поверочных расчетов решить, усиливать либо ремонтировать конструкции. Принципиальная позиция регионального министерства строительства некачественную работу в эксплуатацию не принимать. Главная наша работа заключается в этих объектах, это безопасность. Безопасность детей в детских садиках, безопасность школьников, ну или больниц, это вот так. Поэтому я считаю требования со стороны министерства строительства справедливые и правильные. Большинство подрядчиков в Новосибирской области, работающие по госконтрактам на социальных объектах, выполняют все требования и замечания к их работе нет. Но есть и так называемый черный список, который теперь может пополниться еще одной организацией. Станислав Блинов, Сергей Жданов, Андрей Руднев, Новости ОТС. Ни в какие сети не лезет. В Новосибирской области из-за нереста запрещен вылов водных ресурсов с помощью различных снастей. Инспекторы рыбоохраны и общественники сегодня провели рейд в акватории Аби. По рыбным местам прокатилась и наша съемочная группа. Сюжет Дмитрия Белькевича. Сбор в Матвеевке, несколько коротких звонков для координации действий и инспекторы рыбоохраны вместе с общественниками отправляются искать браконьеров. Сейчас такой статус может получить любой, кто ловит рыбу с нарушениями. Либо с двух удочек, либо с использованием сети и экранов. Все потому, что рыба идет на нерест. Полчаса работы и первая ловушка найдена. Когда этот экран поставили, непонятно. Часть рыбы еще жива, часть приходится уничтожить. Так положено по правилам. Незаконные орудия лова. В лодку все действия фиксируют на камеру. Только вот наказать за это, к сожалению, некого. Другое дело поймать за руку. Но и это не всегда удается. В данной схватке ты их догоняешь. Нотка уже без орудия лова, без водных его ресурсов. Чистенькая и красивая. Если человек раз ушел от наказания, второй раз он обязательно попадется. Просто уже инспектора становятся. Раз человек ушел, они примерно знают, где он находится. Они его стараются подкараулить на берегу. В этот раз на берегу выявляют только двух нарушителей, использующих сразу две удочки. А в период нереста это запрещено. Игорь Иванович, вы знаете, что сейчас идет и синий нерест, рыбалка, разрешена только на одно орудие лова с берега. На нарушителей составляют протоколы, а дальше суд. Сумма штрафа от двух до пяти тысяч рублей. Плюс возмещение ущерба за каждую пойманную рыбу. Рыбалка в период нереста может обойтись в кругленькую сумму. Но куда серьезнее наказание для тех, кто использует сети. Как те, что инспекторы находят в одной из заводей. Только в этом году из водоемов региона вытащили около трех километров сетей. Три километра это не много и не мало. Это как бы все равно браконьеры присутствуют. Браконьерство идет с баграми, острогами. По данным вообще возбудили шесть уголовных дел. Переданы они в ДВД полиции. Несмотря на то, что акваторию инспекторы знают, как свои пять пальцев, помощь общественников лишней не бывает. Есть, конечно, профессиональные браконьеры, у которых и сети, и оборудование дорогое. А есть, так сказать, любители, которые покупают дешевые лесочные сети и бросают их. Даже не всегда изымают из водоема. И они наносят также колоссальный ущерб, потому что рыба в нее заходит, она остается там, гниет. Всего за время рейда инспекторы нашли и извлекли из воды с десяток сетей. В Росрыболовстве отметили, такие рейды будут проходить регулярно. Дмитрий Белькевич, Константин Менин, Новости ОТС. В Новосибирске идет регистрация выборщиков для участия в предварительном голосовании Единой России. Тысячи жителей области уже изъявили желание проголосовать. В основном люди готовы поддержать кандидатов внутри партийного праймера за конкретные инициативы единорусов. Я очень рада, что Владимир Владимирович Путин поддержал данную инициативу для женщин с детьми до 7 лет и внедрил оплату больничных в 100% размере от заработной платы. Это защита и уверенность в завтрашнем дне. Я обязательно проголосую за своего кандидата на предварительном голосовании от Единой России. 100% оплата больничного по уходу за детьми до 7 лет – это лишь один из примеров. Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели. Участвовать может любой человек с зарегистрированным аккаунтом на портале госуслуги. Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов Единой России на выдвижение в Государственную Думу утвердит съезд. Сотни страниц истории города трудовой доблести сегодня в Новосибирске презентовали новую энциклопедию. В ней фотофакты и описание того, что происходило в городе Наби в годы Великой Отечественной войны. Как строили самолеты, делали снаряды, катали валенки и копали картошку. Все для фронта, все для победы. Новая книга новосибирске военным едва вышла из печати. Всего 300 экземпляров, но ей предстоит стать бестселлером, считает один из соавторов Алла Данилевская. Историки впервые собрали все рассказы о тыловых подвигах в одну книгу. Мои дедушка и бабушка работали на Чикаловском заводе. Я об этом знаю, я должна рассказать об этом своим детям. И вот в этой книге как раз уникальный материал, где можно не только рассказать, но и показать. На страницах книги уникальные документы, редкие плакаты военных времен, снимки, которые ранее никогда не публиковали. Книга разбита на 9 разделов, каждый из которых рассказывает об отдельной сфере духовной или экономической жизни военного Новосибирска. Ну, допустим, сельское хозяйство, здравоохранение, культура. Даже не вчитываясь, видно, насколько огромную работу проделали авторы книги. Чтобы рассказать о трудовых подвигах, историкам пришлось самим совершить подвиг. Работу такого масштаба делают годами, а эту книгу завершили за полгода. 20 человек, специалисты из Педуниверситета, Института истории СОРАН, НГМУ, запросы в архивные службы летали, как военные молнии. По здравоохранению запрашивали, они поставляли. То есть все, кто участвовал в создании этой книги, они делали запросы, и архивная служба тут же откликалась на эти запросы. Так свет увидел наиболее полную историю сибирского тыла. Не одних только заводчан, о которых что-то слышал почти каждый, но и учителей, водителей, медсестер, артистов, рыбаков. Это население, там мордушки, ловили гальянов, рыба такая, гальян сибирская, ну, ее считают как сорная. Бочки солили, издавали это, и все это уходило на фронт. Экземпляры книги передадут в библиотеки школ и вузов Новосибирска. Авторы книги уверяют, энциклопедия доблести отнюдь не развлекательный, а образовательный материал, который поможет школьникам и студентам ликвидировать пробелы в знаниях о родном крае. Александр Шпак, Андрей Дулепов, Новости УТС. В эфире новости, смотрите далее в нашем выпуске. Детскую площадку обнесли лентой. Играть здесь нельзя, ведь вокруг стройка. Погулять по Зальцовскому парку также не получится. На время работ его закрыли. Вся процедура проходит под контролем аппарата УЗИ. Для начала врач делает пункцию. Пошла кровь, значит попали в вену, и все идет как нужно. Только здесь у меня за спиной находится более 250 тонн картофеля, предназначенного для производства чипсов. И этого достаточно, чтобы засеять около 100 гектаров полей. Экотропы и гостиницы для насекомых. Реконструкцию Зальцовского парка планируют завершить раньше срока. Основные работы уже осенью. Пока же специалисты демонтируют старые конструкции и разбираются с коммуникациями. За происходящим наблюдала Екатерина Стывко. В Зальцовском парке демонтируют старые покрытия. Тракторами вывозят асфальт, вручную убирают плитку. Рабочие уже начали вести поливочный водопровод для орошения растений. Лес пообещали сохранить. Мы запланировали еще дополнительные работы по фитопатологии. То есть дополнительно, чтобы еще обследовать сами сосны и спланировать определенные работы по дальнейшему их обслуживанию и содержанию. Спиливать будут только старые и больные деревья. Таких пока насчитали чуть больше 15. Главную аллею поделят на зоны для пешеходов и катающихся. Постелят брусчатку. Велодорожку сделают почти в половину длиннее старой. А на ее финише будет площадка для трюков. Но изюминка парка – экотропы, считают архитекторы. Вот такого рода из спилов деревьев дорожки. Там будут домики для, так называют, гостиницы для насекомых. Интересные домики, где могут жить насекомые. Люди, гости парка могут изучать, смотреть, какие виды здесь присутствуют. Почти километровую трассу выделят для любителей скандинавской ходьбы. Благоустроят зону и с летним кинотеатром, и большой сценой. Стоимость проекта – около 170 миллионов рублей. Срок завершения работ – лето следующего года. Но, по словам подрядчиков, закончат раньше. На следующий год остается у нас только, опять же, если не успеем, это сети видеонаблюдения, проброска камер и слуховое помещение. Все остальное мы сдадим в этом году. После демонтажа в парк зайдет большая строительная бригада. Около сотни рабочих и несколько десятков единиц техники. Детскую площадку обнесли лентой. Играть здесь нельзя. Ведь вокруг стройка. Погулять по Зальцовскому парку также не получится. На время работ его закрыли. В городской администрации пообещали решить вопросы с бесплатной парковкой. Ее планируют сделать около конечной остановки общественного транспорта. Екатерина Стывко, Константин Менин. Новости ОТС. Варикозное расширение вен лазером теперь будут лечить в центре амбулаторной хирургии. Это первый в городе дневной стационар. Пациент приходит на операцию, а уже через несколько часов может отправляться домой. Лечение проводят по полису ОМС. О том, как попасть на прием к специалисту, узнала Екатерина Новгородцева. Олег Михайлович только из операционной. Варикозным расширением вен страдает почти 15 лет. Обращался в частные клиники. Но там цена кусалась. Около 50 тысяч за лечение одной ноги. В этом году мечта ходить без боли сбылась. Судорог не было, но дискомфорт в ноге был. В особенности, вот я, допустим, сижу за рулем, час-два уже это очень неприятно. Начинается неприятное ощущение в ноге. Приходится останавливаться и походить. В день проводят в среднем пять операций. Лариса Ромащенко ждет очередь. На лечение ее направляли давно, но раньше женщина боялась. Методика была другая. Знаете, раньше делали разрезы такие по всей ноге и удаляли, собственно, по кусочкам вену. Конечно, я очень обрадовалась, когда пришла к хирургу в первую поликлинику, к которой я отношусь, собственно, по прописке. Мне сказали, что первая поликлиника приобрела лазер и можно сделать операцию. По сравнению с другими методами, лазерное лечение наиболее безопасное, безболезненное и щадящее. Ходить можно сразу же. Саму операцию проводят не под общим наркозом, а под местной анестезией. Вся процедура проходит под контролем аппарата УЗИ. Для начала врач делает пункцию. Пошла кровь, значит, попали в вену, и все идет как нужно. После этого заводят проводник небольшую проволоку. Если все в порядке, приступают к спаиванию вен. Тяжесть в ногах, отеки по вечерам, судороги и внешние изменения вен – повод обратиться к врачу. Специалист определит, можно ли провести операцию амбулаторно или же пациенту необходима госпитализация. Главное – не затягивать. То, что вот эта методика малоинвазивная, оно в этом огромный плюс, что практически 70-80% пациента возможно проводить амбулаторно под местной анестезией. И вся эта процедура проходится безболезненно. Операция длится 30-40 минут. Вену не удаляют, а прижигают через небольшие проколы. В этот день, после определенного количества времени наблюдений, это касается всех этих операций, 2-3, иногда 4 часа, тут в зависимости от хирурги. Но в этот день мы, как правило, отпускаем человека домой. Он приходит к нам на перевязки. Мы его наблюдаем еще в течение некоторого времени, в зависимости от эффекта. Записаться на прием можно в поликлинике, к которой вы прикреплены через медицинскую информационную систему Новосибирской области. Либо подать заявку на сайте первой поликлиники, приложив результаты УЗИ-ВЕН. При необходимости операции специалисты свяжутся с вами самостоятельно. Екатерина Новгородцева, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Второй хлеб сеют в районах области параллельно с пшеницей. Хороший урожай своего картофеля. Это круглый год на полках магазина, богатый витаминами и минералами корнеплод. А также возможность отправлять излишки популярного овоща на экспорт. В Ярковском хозяйстве побывал Дмитрий Антипов. Сейчас мы находимся на складе, где семена картофеля хранят перед посадкой на поля. Только здесь у меня за спиной находится более 250 тонн картофеля, предназначенного для производства чипсов. И этого достаточно, чтобы засеять около 100 гектаров полей. Всего на складском комплексе в Ярковском хозяйстве хранят тысячи тонн семян. В этом году здесь выращивают новый сорт для производства чипсов. Хранить такие объемы картофеля – это техзадача со множеством нюансов. В основном смотрим за температурой, чтобы она сильно не нагревалась, не охлаждалась, чтобы картофель не прорастал раньше времени. Вот из-за этого. Потом подходит время, достаем ее и начинаем сортировать. То есть убираем лишние отходы, тухую гниль, камушки, чтобы чистая картошка попадала сразу прямиком на коля. По полю идут машины, которые вспахивают землю. Следом – комбайны. Они не только закапывают семена, но и сразу же обрабатывают их специальными реагентами от насекомых, которые могут испортить всходы. На картофель мы вышли два дня. Как вышли, поэтому сейчас отлаживаем технологию. Значит, работаем также в четыре агрегата. Идет высадка картошки. Происходит сейчас, по прошлому дню мы за сутки посадили 29 гектаров картофеля, при норме 40. Поэтому мы будем наращивать темпы. Картофель с ярковских полей идет на полки местных магазинов, на заводы и на экспорт. Параллельно с картофелем садят и зерновые культуры. Сейчас ячмень, позднее приступят к пшенице. Дмитрий Антипов, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Рыбный десант. Миллионы мальков готовят к высадке в водные бассейны региона. Рыбозаводческая отрасль от коронавируса не пострадала. Наоборот, объемы увеличили. Садовое из предприятий по выращиванию промысловых пород. Сюжет нашего корреспондента. Специалист рыбхоза Владислав Передиреев подкармливает подопечных. Лососевые, сиговые и щуковые. Элиты сибирских рек. Их ловят, добывают и активно покупают. Чтобы спрос соответствовал предложению, рыб специально разводят. Это генофонд, сохраненный в реке О, который потом воспроизводится и пополняет наш водоем. Их искусственно оплодотворяют. От каждой самки многотысячное потомство. Новорожденную икру помещают в футуристичные колбы-инкубаторы. В каждом миллион икринок ждет своего часа. До проклева примерно 100 дней в ледяной циркулирующей воде. Чтобы потомство проклюнулось, заводчики поднимают температуру воды в инкубаторах. Одна из самых привередливых рыб – щука. В бассейн кладут еловые лапы, чтобы питомцы чувствовали себя, как на отмеле таежной заводе. Она должна вот эти 15 сантиметров пройти и захватить воздух. Только у щуки такой организм. То есть воздуховой пузырь ей надо заполнить воздухом. В яслях рыбы долго не задерживаются. Открылись жабры и в большой путь в водоемы. Зарыблением предприятие занимается по всей России. Однако самый большой заказ здесь, в Новосибирской области. То есть построили вот эту нашу ГЭС и отрезали, естественно, нерестилище. Отрезали, отрезали подход рыбы. И рыба – это полупроходная. Она поднимается по реке на нерест. Государство оказывает таким предприятиям помощь. В 2021 году на поддержку рыбного хозяйства планируют выделить около 20 миллионов рублей. Также за счет господдержки по возмещению стоимости технических средств и оборудования активно идет техническое перевооружение. То есть покупается новое холодильное оборудование, покупаются садковые линии. А главное – делают крупные заказы на зарыбление. Сиговые и щуковые не переносят апистархоз, которым заражены некоторые обитатели Обского бассейна. Александр Шпак, Евгений Агеев, Новости ОТС. Всемирно известный ветеринар сегодня проводил операции на сцене театра «Глобус». Причем ассистировали ему белый медведь и тюлень. Премьера спектакля «Айболит Форева» собрала полный зал. А еще одно прочтение знаменитой сказки стало возможным в рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины». Почему врач, который знает язык зверей, плыл в Африку на корабле и как телевидение помогло режиссеру решить сложную творческую задачу, расскажет Анатолий Харитонов. Филипп, и где мы на этот раз были? Что у тебя в руках? Папа, это собака. Животное при смерти. Машина сбила. Георгий Иванович питомцев не любит. Аллергия на них. Скрипя сердце, он помогает сыну. Говорит, что отвезет четвероногого в ветклинику. Неожиданно главный лекарь всех зверей сам приходит к больному. Через окно. Восрочно нужна операция, поэтому летит в мою клинику. Ой, ой. Как это летит? Очень просто. Время идет. У нас 21 век уже. Дети, мне кажется, совсем стали другие насмотренные марокских фильмов, поэтому надо как-то соответствовать этому тренду, поэтому мы старались делать это динамично, быстро. Вместе с помощниками, тюленем Ойку и медведем Умкой, Айболит спасает собаку, но расслабляться некогда. Попугай Гуля приносит тревожную весть. В Африке обезьяны слегли. Вирус. Пора на помощь. В основе произведения Корнея Чуковского, но сверяться с ним смысла нет, говорит режиссер Иван Орлов. Супер-ветеринар по полям, лесам и лугам не бежит и не твердит слово лимпопо. У него теперь собственный корабль. Подарок от людоеда, который раньше вместо мармелада и шоколада предпочитал только маленьких детей. Тот злодей в итоге стал добрым, а вот сына, бывший разбойник, воспитал плохо. Так что теперь добрый врач должен одолеть Ван Бармалея. Темы, которые поднимаются в спектакле, они были интересны и детям, и взрослым, и они были бы вообще о семье. То есть помимо супергероя, суперзлодея, некого обстоятельства вируса, которым заболели обезьяны, отношения папы и сына. И на самом деле на этой связи папы и сына, детей и родителей, очень многое строится в этом спектакле. «Айболит Форево» — спектакль для детей старше шести лет. Те, кто помладше, многого не поймут, уверен режиссер. Есть сцены, где используют анимацию и компьютерную графику, чтобы поместить героев в виртуальный мир. В создании этой сказки канал ОТС тоже поучаствовал. Некоторые эпизоды снимали у нас на «Зеленке», которая называется «Хромакей». Здесь, кстати, записывают подводки ведущих к сюжетам научной среды, деловых новостей, спортобзора и других передач. А потом, после съемок, видеодизайнеры вырезали героев по контуру и вставляли нужный фон. Анатолий Харитонов, Антон Мамаев и Александр Миняйло. Новости ОТС. И о спорте. Сильнейшие керлингисты страны приняли участие в чемпионате России среди смешанных команд. Состязания в Новосибирске растянулись на целую неделю, а сегодня сыграли финальные матчи. О том, как это было, Андрей Кугатов. Снаряд для игры в керлинг сделан из высокопрочного гранита и весит почти 20 килограммов. Камни охлаждают трое суток и только затем выкладывают на лед. Задача команды – сделать бросок как можно ближе к центру дома. Он отмечен синим кругом. И выбить камень противника. Длина игровой площадки – 45 метров. После броска капитан дает команду «Свип» и два игрока начинают натирать лед перед камнем. Снаряд меняет скорость и направление. Сегодня за золото борются команды из Московской и Свердловской областей. Игру завершили досрочно. С большим отрывом чемпионами стали гости из Санкт-Петербурга. Очень хорошее выполнение всей команды. То есть вся команда сегодня, наверное, провела один из своих лучших матчей. Самое главное в этой игре – сохранять спокойствие и уметь сосредотачиваться на своих бросках. Серебряные призеры своим выступлением разочарованы. Сегодня у нас настрой был, но не было исполнения. Вот результат мы проиграли, к сожалению. 27 мая в городе Дудинка Красноярского края пройдут международные соревнования среди смешанных пар. Последние в керлинг-сезоне. Следующие откроются в конце августа. Андрей Кугатов, Константин Менин. Новости ОТС. Это вся информация на сегодня. Выпуски новостей смотрите также на нашем YouTube-канале. Адрес вы видите на экране. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. А 13 мая в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok